Вальс – это жизнь, это мечта, это любовь и красота. Светом надежды вальс озарил и покорил. Артистка Гела Майорова исполняет пушкинский вальс. Рассказывает, для нее эта песня имеет особенное значение, заряжает позитивной энергетикой. Когда ты читаешь стихи великого поэта, и когда ты поешь песни на его стихи, то это невозможно не пропустить через себя, через свою душу, через свое сердце. И это цель, наверное, артиста – дотронуться до сердца зрителя. Во дворике Самарской публичной библиотеки прошла музыкально-поэтическая гостиная, посвященная творчеству Александра Сергеевича Пушкина. Звучали песни на стихи великого поэта. Их исполнили артисты, а также самые юные почитатели таланта гения. Белолица Черноброва, нраву кроткого такого. И жених сыскался ей, королевич Елисей. С вот приехал царь, дал слово. А приданное готово – семь торговых городов до сто сорок теремов. Девичник, собираясь, вот царица, наряжаясь, перед зеркальцем своим перемолвилась и с ним. Яйца, скажи мне, всех белее, всех румяней и белее. В своих произведениях Пушкин много внимания уделял теме одежды и моды. Да и сам не отставал. В гардеробе поэта был один интересный атрибут. Александр Сергеевич на балу не танцевал с Натальей Николаевной, ссылаясь на то, что ему приятно смотреть на нее, любоваться со стороны. Когда же они выходили на прогулку, Александр Сергеевич одевал черный цилиндр. Наталья Николаевна была на 10 сантиметров выше супруга. Также в здании библиотеки открылась экспозиция «Мир Пушкина». Можно увидеть работы лучших иллюстраторов его произведений. Ксения Баканова, Валерий Майоров. События.